Ребята, всем привет! Решили сменить обстановку, прогуляться до Ютай. Взяли в прокат автомобиль. Будет интересное видео. Покажем, зачем мы туда едем и для чего. Будет здорово, смотрите. Не переключайтесь, в общем. Да, мы взяли автомобиль на прокат. Обошелся он нам в 600 бат в сутки. Дешево? Ну не этот, а вот этот. Взяли маленькую машинку. Ну и что? Ну, посчитали, большую машинку не нужно брать. Мы хотели поехать сначала на мопеде, но так как сейчас идут частенько дожди, побоялись, что, возможно, придется многое часто останавливаться, чтобы переждать дождь. Поэтому решили не рисковать, нашли машину. Едем на машине. Поездка где-то 2,5 часа. Что, 2,5 часа можно было и на мопеде, но побоялись дождя. Вперед, ребята! Отсидим в машине. Марина уже тут бронирует нам номер. Нашла какой-то за 800 бат в сутки. Сейчас она быстренько забронирует. Все в дороге, все в спешке. Правда, мы никуда не торопимся, но все на ходу. Погода сегодня в Паттайе не очень. Мрачная какая-то туча. Такой дождичек иногда бывает. Поэтому мы решили свалить. Все, бронь подтвердили. Летим. Дорога вот такая вот у нас чудесная. Поворот на улицу Типразит. Одна из крупнейших улиц в Паттайе. С другой стороны руль у нас находится в автомобиле. Первый раз я сижу за рулем с правой стороны. Скажу честно, все через жопу. Для леворуких людей сделано. Для левши. Мне что-то не особо подходит такой автомобиль. Как-то непривычно. Дворники с одной стороны. Поворотники с другой стороны. Все. Непонятно так. Вокруг байкеры снуют здесь опасно. Кого-нибудь не сбить. В общем, такое движение. Экстремальное, скажем так. Все, выехали мы на нашу улицу Типразитовскую. Теперь будем ползти. Потому что машинах здесь ездить не особо комфортно. Вот видите, пробка с правой стороны. Вот они все медленно ползут. Мы так медленно не привыкли ездить. Ну, куда торопиться-то? Да, здесь никто никуда не торопится. Поэтому будем в общем потоке двигаться. Будем проезжать 4 платные дороги. 4 пункта. Сколько стоит, мы пока еще не знаем. Но узнаем. Вам покажем. Вы будете тоже знать в курсе. Как ехать. Куда ехать. А главное, зачем. Доехали до первого пункта платной дороги. Вот так вот он выглядит. Подъезжаем. Машин достаточно. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Неизвестно. Какую-то карточку дает. А, она же всегда с карты. Ты на выезде ее отдашь. А, да? Да. О, блядь, не достают руки. Ужас. Говорят, что ни в коем случае нельзя проезжать через белую вывеску. Нужно проезжать через синюю вывеску. Потому что через белую проскакивают у тех, кто пайпас есть. Так что нужно под синюю вывеску обязательно вот. Там они потому что считывают по номеру. И кто зарегистрирован, получается, уже автомат у них списывается. Или у них уже оплачена какая-то часть. Так что сейчас посмотрим, сколько с нас сдерут. Интересно, вот первый выезд. Ну, я думаю, что и все. Кончилась в платных дорогах. Но пролетели хорошо. Быстро, да. Нормально. Так что по платнику супер. Здесь стоит 20, сколько? Так, подъезжаем. Сейчас отдадим. Дает подъедение. Еще, еще давай. Сколько тут? 50. 150 бат. Нет. Так. Так. В итоге мы заплатили. Сейчас скажу, сколько. 105 бат. Вот. Смотрите. 105 бат. Мы заплатили. За час пути. Наверное, меньше мы час, чем час ехали. Нормально. Получается. 200 там. 50 рублей. Скажи же. Супер, да. Мне понравилось. Не то, что у нас там. К аэропорту подъехать. Проехать тут. Я не знаю. Километр. 500 рублей заплатишь. Да. Так и есть. А здесь проехали вот сколько. Час почти что. По отличной дороге. По пустой. Ребята, прибыли в Ютаю. Вообще какая-то деревня. Закажи лапти. Посмотрите. Вот такие домики. Машину прямо на дороге здесь бросают. Какой-то рынок. Идем искать наш отель и номер. Сейчас попытаемся найти какие-то таблички. Все одинаковое. Непонятно ничего. Идем прямо по дороге. Вообще круто. Сейчас перейдем дорогу. Блять, ноги затекли. Иду как робот. Вертер. Все зеленые, ребят. Смотрите, мы попали в джунгли. В деревню. В деревни какие-то. Посмотрите. Московская область. Вот табличка. Марина увидела табличку. Сейчас будем искать деревянную дверь. Машину, говорит, ставь на дороге. Говорит, на улице, где хочешь. Наш вход. Деревянная табличка. Вот найди эту табличку. Что она деревянная. Ооо. Сейчас VIP. Мы сняли жилье. Посмотрите, какая здесь улочка. Короче, я чувствую, будет супер. Сейчас номерок. Хотя по фоткам супер был. Что внутри, не знаю. Вот видите здесь. Блядь. Все какое страшное. Я даже боюсь. Радует то, что всего лишь одна ночь. Нет, сейчас зайдем, а там круто, да? Вот видите, деревянные двери. Сейчас какой-то здесь номер. Нет, здесь какая-то кухня. Куда идти, не знаю. Такой переулочек. Конечно, интересный. Смотрите, банановые деревья. Красивые. Видите, какие? Бананов нет. Все, Марина нашла. Так, может быть, сюда и машину можно затащить? Хотя вряд ли. Здесь места нет. Но ничего, мы там на улице сейчас бросим. С рынка выйдем. Сейчас только номер найдем. Блин, отель виповский. Смотрите, какой зелененький такой. Новенький. Правда, находится в какой-то глуши. Вот, ящики здесь. Все, здесь сейчас код, Марина. Набираем код. Ну, такая территория, конечно. Не знаю. Машину на улице ставить. Может быть, здесь поставить? А потом жопой уезжать. Нет, это нам не подходит такой вариант. Все, Марина добыла ключ. Такие деревянные ворота. Все новое. Опа. Заходим на территорию. Я чувствую. Блин, ребята, здесь, кстати, неплохо. Двор такой жутковатый. А номерок? О, 102. Моя любимая цифра. Это ящики для обуви, да? Wi-Fi. Сколько здесь? Три этажа. Вот такой номер. Обувь надо снимать вот здесь вот. Здесь можно сидеть, курить. Или отдыхать просто. Здесь не положено. Неплохо. Качели есть. Такой номер интересный. Так, Марина у нас первый заходит. Я захожу второй. Чипс из дальнего кофа. Смотрите, кровать. Чистое белое белье. Такие тумбочки резные, красивые. Ну, такой номер. Темноватый только. Сейчас вот, Марина, свет откроет. Первый этаж. Посмотрите, сейчас и кофеер здесь. И чипсики. И чайничек. Волновка. Холодильник. В холодильнике вискарик. Нет, водичка. Видите? В холодильнике у нас водичка. Такой вот столик небольшой. Вот здесь у нас вот такой туалет. Душевая. Кабина вот такого плана. Видите? Все здесь есть. Все супер. Даже мыло поставили. Все. Это намного даже лучше, чем в Вангоке тогда были. Да, посмотрите. Полотенчики беленькие. Все. Ну, все чисто. Очень чисто. Чувствуется, что неплохой отель. На одну ночь. Кондиционер, опять же. Картины. Такая вот интересная табуреточка. Есть. Все, что нужно. Так, а что это? А вот это что такое? Какой-то мешочек. Давайте посмотрим. Так, в мешочке находится фен. Нам фен не нужен. У меня прическа и так красивая. Ну, радует то, что здесь салфетки есть, чипсы есть, кофе. Такая вот парта. Небольшая комната. Территория хорошая. Марина довольна. Я доволен. Все супер. Вот еще раз выйду на территорию. Неплохо. Теперь надо пойти пожрать. Пойдемте пожрем. Двор такой интересненький, да? Можно вот здесь, здесь. Зонтик даже есть, посмотрите. Вот если дождь, взял зонт, пошел зонтом качели. Ну, я уже говорил про качели. Так, выдержать меня нет. Ой, гадающе. Какой-то на качелях покачаться. Так, ну кто сверху там не плюнет на меня? Нет. Ну, Марина довольна вся, да? Ну, что я мне сам хорошо чистую. Что у меня вот этого нет никакой грязи, что делалось. Если ничьи там не валяются, еще что-то. Так, было этот банкот. Пойдемте за машиной, переставим ее. А то он на рынке где-то стоит, там на улице. Видите, здесь такие ячейки. Номер набираешь. Открываешь, берешь ключ. Заселяешься, очень удобно. Цена 800 бат в сутки. Шикарно. Ребята, забрались на рынок. Непонятная здесь еда. Нам даже не привычен немного. Вот такой вот он прям вдоль дороги идет. Тут же ботинки продаются. Бывушные, вот, пожалуйста, сандали. Здесь вот какие-то супы. Так, вот, здесь вот блюда разные. Мясные бабушка продает. Бабушка, мы уже опасаемся, поэтому у бабушки мы брать не будем. Ну и все, такой рыночек заканчивается. Нет, он в лоб выходит. Так что наш влог будет о путешествии по Ютай. Я хочу сказать, наша Паттайушка, любименькая, любименькая. О, здесь посмотрите, какие блюда. Ребята, луковые кольца кальмаровые, картошки. Здесь какие-то пекут с этой стороны непонятные тоже блюда. В банановых листьях рис, я так понимаю. Здесь картошка фри, беточки. Кукурузка. Вот, а здесь смотрите, какие сладости продают интересные. 20 бац его. Браунинг. Так, фрукты, овощи. Все это. Тут же носки. Вот, суши 5 бат. Шашлычки по 10. О, смотрите, а здесь пошло дело. Здесь прям набирают. Какой интересный рынок. Утку рубят. Так, здесь колбаски жареные. Так, здесь у нас какие-то непонятные приправы для риса. Так, здесь тоже шашлычки, пицца. Вот пончики. Здесь только мух. У нас вот в Паттайе, вот на Джантьянухо на рынок, ни одной мухи нет. Вообще ни одной. Здесь есть. О, здесь смотрите, какие салаты продаются. Фруктовые. Рыбки зацеченные. Ну, такие опасные чаны с супами. Спереди тут ребята англоязычные, по-моему, на английском. Шпрех вот что-то. Марина уже недовольна, да? Рынок ей не нравится. Пойдем в кафе. Не будем рисковать. Все пришли на рынок, кафешки пустые. Шашлычки хаймаров. Арбузики. Только народ здесь вообще кошмарно. Еле протискивают. Дуримар какой-то там стал и гудит здесь. Еще гудит. Малтишки играли. На каком-то инструменте. Веселую тайскую музыку. И кладочки много. А здесь уже суши по 15, посмотрите. По 10. 10-15. Здесь вот какие-то сосиски. Переветки запеченные. Рыбка. Рыбки много. Жуки. Жуков тоже много. Тараканов. Не знаю, кто это берет. Мы закончили. Все, ребят, рынок закончился. Вот мы дошли до конца улицы. А там будет центр, да, по-моему, какой-то слева. Что-то более интересное. Что-то как-то очкуем и брать на рынке. Мухи немножко раздражают. Марина нашла здесь смузы и чай тайский. Паренек делает смузы. Вот такой вот у него кофе-бар. Момо. Видите, горит. Красивые бутылочки подсвечиваются. И детвора тут трется. Набрали тоже смузы. Каких-то закусок. И главное яичко у него, я вижу. Крабовые палочки, лапша и яички. Кстати, на той сентябре дороге будет лапшичный. Все, ребята, сделала вот такие вот смузы. Манго. Долго делал. Косточка долго перемалывалась. Пошел дождь. Попадаем под дождь, ребята. Сейчас без обеда останемся. Придется что-то думать, гадать. Может быть, заказывать. Да не, мы сейчас найдем кафе. Обязательно. Там посидим. Уже даже потемнело. Посмотрите, небо какое. Мы прорывались из Паттайи. Думали, здесь хорошая погода. А здесь погода еще хуже. Север. Оказалось хуже. Но у нас шел дождь. А люди говорили, были в Бангкоке, что там нет ни дождя, солнышко светит. Ребята, нашли, короче, столовую. Дождик начался. Мы спрятались под крышей здесь. Марина утелась. Плюхнулся сразу за меню. Ну что, здесь есть папайя салат. Здесь есть супы разные такие, хотите? С креветкой ешь, ребёнка? Попадей, ноу-спайси. Рис будем? Да. Турас. Бля, какой ленинг, ребёнка вообще. Кожмар. Переслуживают нас, женщина, пойдём. Да. Окей. Поближе. Да. А то там брызгает дождь. Мы здесь уселись. Круто. Так прикольно, да? Вот атмосфера от Таиланда. Прям вот именно настоящая. Хорошая чистка. Да, и чисто. Все чисто. Нам принесли супец. Просто шик, смотрите. В кастрюле такой. Подожгли. Видите, обслуживают. Положили мисочки. Сейчас мы будем черпать ложкой ступец и лопасть. Смотрите, Марина черпает ступец. Слышите, какой дождь нашел. Главное, что мы подкрышем. Ребята, подбахнут сюда риса. В эту маленькую мисочку. Туньямчик здесь, конечно, супер. Очень вкусный. Наверное, на втором месте уже. На первом у нас, мы обязательно расходим, снимем. Это недалеко от Секом Хэнда, в Таиле, на против сухома. Там вообще огонь, огнище. Надо взять водички, а то вдруг пить захотим, а там всего две бутылки. А вот рынок, ребята, посмотрите, какой здоровый. Даже не рынок, а комплекс столовых. Вот видите, просто огромный. Дуриан чистят. Унылая собачка сидит. Приунылая, призадумалась пригореть мне. Представляете, какая грустная печаль. Здесь блины делают. Бананы, шоколад, ягоды какие-то, клубника. Вкусные блины, но их надо сразу есть. Домой их не донесешь, потому что они сразу теряют свои свойства. Вот эта хрустящая корочка исчезает. Надо сразу оп. С хрустиком вкусненько. С хрустиком. 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 С хрустиком.